В последние дни в Каире, Александрии и других крупных городах Египта прошли новые массовые демонстрации сторонников отстраненного от власти президента Мурсия. Они сопровождались столкновениями с полицией и местными жителями. В результате погибли нескольких десятков человек, сотни получили ранения. Одновременно проходят многотысячные манифестации в поддержку сформированного в начале июля этого года временного руководства страны. По-прежнему считаем, что выход из сложившейся крайне непростой внутриполитической ситуации в Египте возможен только на основе отказа ведущих политических сил страны от ставки на силовые методы, которые чреваты дальнейшей эскалацией напряженности и новыми человеческими жертвами. Поддерживаем идею налаживания инклюзивного политического процесса в целях восстановления национального единства, прекращения насилия и осуществления реформ, которые отвечали бы интересам всех без исключения социальных групп и конфессий египетского общества. Рассчитываем, что власти Египта будут исходить в своих действиях из приоритетности задач обеспечения прав и свобод граждан, должного уровня общественной безопасности и правопорядка. При этом Министерство иностранных дел России подтверждает рекомендацию российским гражданам, которые находятся в Египте, избегать районов проведения массовых протестных акций, а лицам, которые пребывают в эту страну в туристических целях, учитывать складывающуюся обстановку и воздерживаться от поездок за пределы курортных зон. Мария Захарова, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России.